В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Верховная Рада Украины должна безотлагательно принять новый закон о референдуме, поскольку Венецианская комиссия считает недопустимым устранение парламента от процедуры референдума. По мнению представителей комиссии, это несет риски узурпации власти. Об этом Виталий Кличко заявил во время круглого стола в представительстве Еврокомиссии. По словам Кличко, такие выводы являются прогнозируемыми, поскольку закон о референдуме является антиконституционным как по процедуре принятия, так и по содержанию. Политик отметил, что новый закон о референдумах не должен предусматривать изменения Конституции и законов в обход парламента. Удар настаивает на внесении системных изменений избирательного законодательства Украины и на парламентских, и на президентских, и на местных выборах при проведении общеукраинского или местного референдумов. Поэтому необходимо принять избирательный кодекс, который будет предусматривать единые правила выборов, сказал Виталий Кличко. По его словам, выборы в парламент должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Кроме того, он считает, что выборы в проблемных одномандатных мажоритарных округах надо провести осенью, а не в августе во избежание фальсификации и низкой явки избирателей. Алексей Костусев спустился с небес. Мэр у себя в кабинете принимал членов согласительной комиссии по корректировке генерального плана Одессы, среди которых были и участники гражданской акции «Генеральный протест». Городской голова начал встречу с того, что вынес выговор городским архитекторам, ответственным за разработку генплана. Похоже, виновных в плане разграбления Одессы больше не предвидится. В процессе общения было принято решение не спешить с принятием генплана и не выносить его на ближайшую июльскую сессию. Впервые чиновники и общественники, участники гражданской акции «Генеральный протест» вместе попали в кабинет городского головы. После заседания согласительной комиссии, в котором принимали участие и первые, и вторые, Костусев решил из первых уст услышать, как продвигается процесс корректировки генерального плана Одессы. Едва поздоровавшись, мэр назначил козлов отпущения, из-за которых разгорелся весь свербор. Владимир Иванович, чтобы вам лучше работалось, для начала я подписываю распоряжение, объявляю выговоров вам, Косымову и Грекову. А что вы радуетесь? Я вас уволю вообще, если еще у меня что-то подобное будет. Мэр уже должен вытаскивать ситуацию, которую вы уже завели неизвестно куда. Можно подумать, что генплан готовился тайно, и Костусев не знал, что он напоминает план разграбления Одессы. Но пусть это останется на его совести. Одним из первых достижений комиссии чиновников и общественников стало решение сохранить парк юбилейный. Впрочем, тут есть свои проблемы. Частично склоны уже распроданы, и, как утверждает Костусев, абсолютно законно. Впрочем, как выяснилось, собственникам эти участки особо и не нужны. Те, кто приобрели эти участки, с удовольствием, подавляющее большинство из них, согласилось, чтобы им вернули деньги. Но у нас нет такой возможности. А еще Алексей Алексеевич почему-то запамятовал, что его подпись стоит и под решением подарить участки, которые были отданы так называемым дачникам в Отраде. К слову, судьба этих участков до сих пор непонятна. Получившие выговор чиновники Костусева под прицелом камер были вынуждены хвалить создание согласительной комиссии. Сегодня мы сделали большой шаг в подвижении и снятии этих вопросов, которые были изначально неправильно восприняты, и тех вопросов, которые мы принципиально наметили и приняли новые решения. Впрочем, если чиновники были вынуждены изображать восхищение комиссии, то общественники это делали искренне. Принимаются решения консенсусом, сложные решения, очень тяжелые разговоры, разговоры и технические нюансы, и принципиальные вопросы. Например, нужно ли, исходя из того, что потом какой-то хозяин земельного участка себе выбьет судебное решение, и поэтому построят там бетонный дом, и поэтому мы не будем выделять там парк. Ну, понимаете, очень широкий диапазон вопросов и законодательства, решения горсовета, строительные нормы, и соображения целесообразности того или иного. Все это рассматривается. Пожалуй, самым важным итогом данной встречи стало решение не спешить с принятием генерального плана и не выносить его на ближайшую сессию городского совета 18 июля. Скорее всего, малая попытка принять этот документ произойдет в сентябре. Будет ли он отличаться от ранее предложенного, покажет время. А Костусев по окончании встречи с облегчением расслабил галстук. Ведь в этот раз в кабинете находились не только провластные СМИ и его чиновники, которые беспрекословно выполняют все команды. Вадим Тютюкин, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». Думать головой не в правилах наших чиновников. Каждый раз они обещают сделать лучше, а получается, как всегда. В этом лишний раз убедились все, кто ездит в центр из южных районов города. В последние дни проехать несколько километров стало проблемой. Так выглядит проспект Шевченко часов в 11. И это еще ничего. В более ранние часы по нему быстрее идти пешком, чем ехать. Здесь сливаются потоки машин с Большого фонтана и Желмосева Таирова. И тогда проспект забит от площади 10 апреля до проспекта Гагарина. Объехать стороной просто негде. На улице Сегетской затеяли очередную серию бесконечного ремонта теплотрассы. Ее латают кусками и никак не сделают по-человечески. А отремонтируют в одном месте, прорывают в другом. У одесситов Сегетская уже стала символом вечного ремонта. Транспорт пускают в объезд. Кто знает, сразу едет на проспект Шевченко. Недели три перекрыта еще одна основная транспортная магистраль. Просулский бульвар. Его начинали ремонтировать в прошлом году. Точнее, делали вид ремонта. Кое-где выровняли брусчатку. Тот же ямочный ремонт, только из булыжников. Как движется работа, сами видите. В разгар дня на объекте ни одного человека. А если все уже сделано, почему закрыто нормальное движение? Впечатление такое, что камни посадили на раствор и ждут, пока застынет. В старые времена технология была другой. И стояли такие дороги веками. Значит, не умеют класть брусчатку. А пока идет так называемый ремонт, движение переместилось на трамвайные пути. Едут и легковушки, и тяжелые автобусы, и грузовики. Иногда трамваи вынуждены ждать, пока рассосется пробка. По правилам это недопустимо. Но ни одного гаишника днем с огнем не сыскать. Они появляются на улицах, только если приезжает президент или премьер. Недовольны как пешеходы, так и автолюбители. А, ничего они не делают. Вот такие вот у нас работы идут. Он не делает такой что-то ремонт. Наверное, так положено. Это кошмар. Это ужасно. Нашли когда ремонтировать. Ну как это может вообще понравиться? Конечно, мне это не понравилось. И тем более, если детская перекрыта, то везде пробки. Конечно, это не нравится. Очень все долго. Ремонт это хорошо. Но когда это затягивается на очень долго, и никаких альтернатив водителю не предоставляется, это очень сложно, очень напрягает. Затеять ремонт сразу на двух крупных транспортных магистралях в миллионном городе, да еще в курортный сезон, могли додуматься только высокопрофессиональные работники команды Костусева. Ни при одном мэре подобного не было. Но, как известно, наш городской голова относится к Одессе с любовью. Вот и старается провести ремонт сразу и в разных местах. Заботу нужно понимать и ценить. Александр Рабиноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ. Жизнь в центре Одессы кажется комфортной только тем, кто в квартирах исторического центра бывал как турист. Ежедневное пребывание в покосившихся аварийных домах стоит и нервов, и денег. В одном из таких домов побывала наша съемочная группа. В покосившемся флигеле на Малой Арнаутской 113, который пребывает в аварийном состоянии, уже не один десяток лет живут три семьи. Ну, как живут? Скорее, существуют. Ходить по полу в квартире нужно очень аккуратно. Под квартирой разваленный подвал, в котором лежат горы строительного мусора, лужи застоявшейся воды, вечные спутники антисанитарии, мухи. В общем, полный набор. Уже сильно в этом году стала осадка дома, косится дом. В подвале вода стоит, озеро, которое расширяется почти уже на весь подвал. Дом перекошен, окна открываются и закрываются стопором только потому, что иначе нельзя. Прогнило все в подвале, сырость, все влажное в квартире. В квартирах тоже не все гладко. Оконные рамы перекошены, газовая труба проходит через комнату под углом, который заметен даже невооруженным глазом. Обои от сырости постоянно отклеиваются. Но что до реакции коммунальных служб и властей, она вполне предсказуема. Я обращалась в ЖЭК, обращалась в исполком, обращалась в депутатскую группу. Приходили, посмотрели, с моих слов записали, ушли. Все, на этом точка. В пятницу это было. Больше никого ничего не интересует. Как и во вчерашнем нашем сюжете, хочется вспомнить стратегию развития Одессы до 2022 года. И программу «Жемчужина у моря», на которой вовсю пиарится Алексей Костусев. В программе есть пункт о восстановлении одесских двориков и исторического центра. Малая Арнаутская 113 – самый что ни на есть одесский дворик. И, кажется, на него стоит обратить самое пристальное внимание уже сейчас, пока не произошла трагедия. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». 20 июня пришедшие на свои торговые места предприниматели с книжного рынка, равно как и покупатели, были неприятно удивлены. Рынок полностью оградили лентой, а по его территории сновали милиционеры и сотрудники в штатском. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Охрана периметра рынка выглядела довольно странно. По отцепленной территории сновали милиционеры, торговцы напитками. Зевак за оградительную ленту не пускали. Но, удивительно, на отгороженной территории была замечена молодежь, на которой милиционеры вообще не обращали внимания. Как вас допустили, что вы гуляете? Не знаю, мы просто из-за ограждения пришли. А, и все это просто? Да, и все. От работающих на месте милиционеров добиться чего-либо было сложно. От комментариев они отказывались. Единственное, что мы узнали, на месте работает городское управление внутренних дел и прокуратура. И наводнившие книжку силовики будут находиться там до самого вечера. Основание для проведения мероприятий – постановление Приморского районного суда. Что же конкретно ищут правоохранители? Здесь мнения разошлись. Началось где-то часов 10 утра, но мы приехали чуть позже. У нас уже магазин работал, но увидели столько много милиции, без понятий. Закрылись и ждем. Мы приехали с другом купить алкоголя на свадьбу. Где-то бутылок 30. Виски, Рома. И видим, что сегодня мы уже алкоголь, походу, не купим. Потому что весь алкоголь, как я понимаю, конфисковывается уже, да? Похоже, силовиков интересовали все-таки и пиратские диски, и контрафактный алкоголь. Потому один из грузовиков активно загружался ящиками с дорогими спиртными напитками. Обращение в пресс-службу ГОРУВД конкретных результатов также не принесло. Ответ был лаконичным. Боремся с контрафактной продукцией. Дальнейшие комментарии пока что дать не можем. Идет следствие. Будем следить за развитием событий и мы. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Всего лишь треть одесситов исправно платит за воду, сообщают в службе «Водосбыт» Инфоксводоканала. Именно благодаря сознательным одесситам в кранах есть вода. Одесское предприятие призывает оплатить услуги водоснабжения, чтобы избежать неприятностей в будущем. Подробнее далее в сюжете. Долги одесситов за воду с каждым днем растут, констатирует заместитель начальника службы «Водосбыт» филиала Инфоксводоканал Ольга Соловьева. Она отметила, что суммарный долг населения предприятию уже составил порядка 100 миллионов гривен. Все это создает очень катастрофическое положение по водообеспечению города в целом. Это также влияет на то, что не хватает средств на текущий ремонт сетей, не хватает средств на реагенты. Самое главное, не хватает средств на оплату электроэнергии. То есть Инфоксводоканал не может сейчас в полном объеме выполнять свои обязательства по оплате электроэнергии. Это влечет, соответственно, то, что могут быть отключены насосные станции. И тогда не нужно будет никаких истихийных бедствий в нашем городе, потому что просто не будет воды. Такая неутешительная тенденция вынуждает предприятие Инфоксводоканал прибегать к крайним мерам. Обращаться в суд против недобросовестных граждан и тампонировать, то есть перекрывать, канализацию. Однако на предприятии утверждают, всего этого можно избежать, если исправно платить за оказанные услуги. Также существует возможность оплаты в рассрочку. Достаточно лишь подать заявление. Мы идем навстречу потребителям, заключаем договора о рассрочке. Определенной суммы, на какую можно заключить договор о рассрочке, нет. Потому что для кого-то 200 гривен это деньги, а для кого-то более сумма. Также потребители, имеющие выход в интернет, могут подавать показания водомеров непосредственно через сайт предприятия. На этом сайте можно самостоятельно распечатать квитанцию для оплаты. Для того, чтобы рассчитаться с долгами, не нужно ждать платежку от Герца. Информацию по задолженности вам сообщат в любом банковском отделении. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в обонотделы Инфоксводоканала. Теперь они работают и по субботам. Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Определение СПИДа как чумы 20 века не утратило своей актуальности и в веке 21, тем более в Украине. Какие проблемы в профилактике распространения ВИЧ-СПИДа испытывают украинские специалисты? Какова общая картина распространения болезни и как с ней бороться? Об этом 20 июня говорили на расширенном заседании рабочей группы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в подростковой среде. Стоит помнить, что ВИЧ-инфекция уже около двух лет как перешла из разряда болезней маргиналов, наркоманов, работников секс-индустрии и распространилась на все слои населения. Об этом красноречиво свидетельствует статистика мая месяца. Из 1540 зараженных ВИЧ-инфекцией только 461 человек был заражен через введение наркотиков инъекционным путем. Гетеросексуальным путем заразились 769 человек, а гомосексуальным всего лишь 16. И это развинчивает миф о том, что это проблема людей, которые, скажем так, привержены однополому сексу. Это мужчины и женщины. Это люди, которые часто непосредственно сами никакого отношения не имеют ни к проституции, ни к наркомании. Опасения специалистов вызывает также подверженность подростков ВИЧ-инфекции. К сожалению, у этих опасений есть вполне объективные причины. У 44% подростков, которые попадают в поле зрения специалистов, отсутствует должная родительская забота. 15% – сироты, 44% – полусироты. А почти каждый пятый даже не знает, есть ли у него родня. Кроме этого, множество различных барьеров не способствуют эффективной профилактической работе. Платность услуг, отсутствие информации, вопросы конфиденциальности, сложности с диагностированием в сельской местности. Особенно последнее. Если где-то с доступностью услуг все хорошо, то в некоторых местах пройти тесты на ВИЧ-спид весьма затруднительно. В другой части района в Одесской области и городообластного подчинения работа тоже проводится, но не на постоянной основе. Возможно, какие-то акции, какие-то мероприятия, которые приурочены к каким-то событиям, к дням памяти. Но, к сожалению, далеко не везде, далеко не во всех районах есть постоянный сервис. Но главное, к чему пришли в итоге специалисты в ходе отчетного заседания, профилактика будет эффективной, если люди будут обладать полной информацией и о способах заражения ВИЧ-инфекцией, и о том, где и как можно пройти диагностику. Предупрежден – значит вооружен. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, программа «Круг новостей». В этом году исполняется 196 лет со дня рождения великого художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Живописец неоднократно бывал в Одессе, посвятил нашему городу более десятка полотен. Некоторые из его работ выставлены в Одесском художественном музее. К очередной годовщине художника музей представил новый альбом репродукции работ великого мариниста. Часть экспозиции художественного музея, в которой выставлены работы Айвазовского, пользуется наибольшей популярностью среди одесситов и гостей города. За два года экспозиция из 28 полотен художника не менялась и не меняла своего местоположения. Многие из посетителей желают получить полную информацию об истории каждого из выставленных полотен Айвазовского. Но за время короткой экскурсии по залам музея это сделать практически невозможно. Впрочем, как и досконально изучить сами шедевры к кисти мастера. Именно для этого работники музея совместно с архивариусами подготовили и выпустили альбом репродукции работ Айвазовского с описанием их истории. Нам хотелось бы, чтобы гости города одесситы знали о том, что музей обладает уникальной коллекцией работ, подлинных работ. Сегодня у музея осталось 28 работ художника. Это живопись, графика, большую часть из которых мы показываем в постоянной экспозиции. Но презентация альбома позволит расширить представление о творчестве этого художника. Мы показываем наиболее характерные, наиболее репродуцируемые его работы. Нынешняя выставка работ Ивана Айвазовского знаменательна тем, что большинство из полотен подарены музею частными коллекционерами. По иронии судьбы, ни одна из картин, на которой изображена Одесса, к сожалению, не осталась здесь. Единственное, что омрачило презентацию и помешало рассмотреть всю глубину работ великого мариниста, это веерные отключения света, которых не избежали и музеи города. Эта же проблема приостановила и поток туристов. Мало кто желает наслаждаться полотнами лучших одесских художников при свете свечи. Юрий Весилок, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Уважаемые телезрители, в связи с аварией на городской ТЭЦ и веерными отключениями электроэнергии возможны перебои в телевещании. Заранее приносим наши извинения и просим отнестись к этому с пониманием. Ну а на сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!